Слово скажу о аккомпанементе. Точнее, еще раз напомню то, что, в общем, знают все. Задача аккомпанемента, танцемейстера, одна из главных задач. Не разъединить, а связать. Не помешать певцу, а помочь. Певец берет длинную ноту, делает на ней крещерто, голос его растет. Задача аккомпанемента, ему помочь это сделать. Если аккомпанемент сыграет... Певец закашляться. Посмотрим на эту ситуацию с точки зрения метронума. Допустим, я хочу сыграть ровно три улли. Певец закашляется, хоть я ему вроде бы и не мешаю. Я все это когда-то прошел на своем опыте, когда подрабатывал тем, что готовил певцов в театре. Я был очень удивлен, когда все мои достоинства, которыми я старался перед ними блеснуть, они не замечали, а говорили, что с тобой у этого нет, что с тобой тяжело. И в живом трене, с живой практикой я постепенно понял, что именно в мене нет. Когда певец тянет длинную ноту, все длительности аккомпанемента сняваются в неразличимый временной поток. Как только мы задумаемся о каждой услуге... Не думая о зеленой корове. Как только мы задумаемся о зеленой корове, певцу сразу неудобно, потому что сама мысль переводит стрелки на метр более мелкий, чем дыхание певца. А здесь я хочу уже перейти ближе к романилу. То, что я рассказал, я подчеркиваю, актуально для, в общем-то, всех романтиков. В особенности для Шопена, Листа и Рахманина. В меньшей степени для композиторов немецкой школы, потому что они ориентировались на камерное пение элит. А камерное пение, на то оно и камерное, в нем немножко другое интонирование, другая физиология. Оно не столь насыщено. И, соответственно, время на дыхание, на вибрацию тратится меньше. Но все равно, в целом, это примет, это не работает и так. А теперь Рахманина. Я здесь продиктую, если кто записывает, так будет проще. Основные жанровые источники музыки Рахманина. Помимо традиции европейского романтизма, которая, конечно, преобладала. Основные жанровые источники. Русская протяжная песня. Знаменный распев. Древнерусская церковная пение. Колокольный звон. И цыганская музицира. Четыре. Почему это важно знать практикам, исполнителям? Потому что от того, как это звучало в первоисточнике, очень многое зависит. Начнем с русской протяжной песни. Мелос Харкманинова, даже в сравнении с великим певцом на фортепиано, Шопеном, гораздо более масштабен и гораздо более длинный. Недаром, говорят совершенно справедливо, мелодия широкого дыхания. Эти слова нужно понимать буквально для исполнения. Вокалисты, поющие Рахманинова, знают. Для исполнения музыки Рахманинова нужно дыхание намного больше, чем для многой другой музыки. Фразы его длиннее. Иногда в фортепианной, в оркестровой музыке фразы бесконечно длинные, настолько, что физическое дыхание с ними может быть не справится. Чтобы не тратить лишних слов, я сразу включу русскую протяжную песню. Я поставлю вам песню «Ахты Ванька разудала головам» вначале в обработке Рахманинова, чтобы мы отталкивались от привычной академической среды. Это второй номер из трех русских песен, опуст 41. Я начало расскажу. Уже как долго. Субтитры создавал DimaTorzok и так далее. А сейчас я поставлю эту песню в исполнении «Шаляка». Субтитры создавал DimaTorzok «Ахты Ванька» Попоминаю. Примеряйте. Потом еще будем слушать. Я хочу сделать акцент на главном для нас, на музыкальном времени. Какие законы музыкального времени здесь работают? Очевидно, что Шаляпин поет, пользуясь нашими обиходными понятиями, свободно. Но свободно от чего? От тактовой метки. Но все мы знаем, что свобода от чего-то одного, это зависимость от чего-то другого. Всегда. Да, скажем, бывает свобода чувства от разума и свобода разума от чувств. А свобода от того и от другого не бывает. Что определяет время в такой песне? Дыхание. Причем дыхание определяет даже то, что мы привыкли себе мыслить как мелкие метрические доли, четверти, восьмушки. Дыхание их распрямляет и они превращаются внутри этого нашего кита, внутри параболы, в свободный орнамент. Свободный опять же в кавычках, потому что он зависим от процесса дыхания, от смысла слов, которые боются. В зависимости от них, певец выбирает время. Я поставлю еще раз. Длинные хвосты у кита. Певец выбирает время. обращаю ваше внимание на то типичная типичный признак этой манеры как интенсивно всякий раз начала фразы или почти всякий раз дыхание мощное нужно на долгое время из-за этого мощная подача первого слова мощная акцентуация я еще поставлю несколько песен а а а а а и и и и и а и А сейчас я поставлю более привычную нам звуку. Играет на клаву. Слышно, что это буквально то же самое. Одинаковые принципы. Материал, конечно, во многом разный. А принципы интонирования мелодии одинаковые. Я когда-то в таких материалах, связанных, кажется, с Маленским. Это был очень значимый деятель хоровой культуры конца XIX века в России. И способствовал возрождению древнего Грюкова вопения. И он собирал образцы, сохранившиеся это вопения по разным глухим уголкам в России. И, кажется, с ним связан был такой случай. Он, разумеется, записывал знаменные песнопения нотами. Хотя крюки он знал, но записывал, конечно, ноты. И какой-то монах ему сказал, «Ты, барин, зря записываешь то, как мы поем, этими кружочками». «Почему?» – спрашивает барин. «А потому что, говорит монах, по кружочкам нельзя спеть так, как мы поем. Не получится». «Это еще почему?» – спрашивает Смоленский. Тогда теоретики еще не осмыслили проблему влияния нотного письма на исполнение на мышление. Почему? «Потому, говорит монах, что эти ваши кружочки, вы складываете свою музыку из кружочков, как из кирпичиков. И у вас каждый кирпичик отдельно, а музыки-то и нет. Музыку не запишешь кирпичиками». Я тогда поразился тому, как устами этого монаха глаголило «Истина». «Истина в чем заключается?» Коварство нотного письма в том, что оно провоцирует мышление дробить музыку на ноты. Дробить музыку на нотные знаки. Оно провоцирует на дискретность. Дискретность – это способ записи только. А музыка, конечно, которая за ней стоит, будь то русский знаменный распев или протяжная песня, будь то Моцарт, будь то Бах, будь то что угодно. Музыка, конечно, остается музыкой. Музыка процессуальная при этом. А русская протяжная песня и знаменный распев – это традиции очень архаичные, очень древние, возникшие задолго до тактовой метрики. И в том исполнении, которым я сейчас вам ставил, у Шалябина, это аутентичное исполнение, народное исполнение. В этом примере это как раз мы погрузились с вами в 15-й век, можно сказать, с оговорками, конечно. Многими оговорками, но почти. То есть, чтобы резюмировать много слов, которые было сказано. То есть, в интонировании рахманиновской вокальной мелодии дыхание определяет все. Причем, могучее, мощное, сильное дыхание, которого хватит на длинную рахманиновскую праздник. Я поставлю несколько примеров. Ну вот, собственно, соль мажор, которую я... Прервусь. Нам с точки зрения тактовой метрики кажется, что рахманиновская врач очень свободно, очень вольно. Но если мы прислушаемся к мелодии, будет ясно, что это жесткая зависимость от другой закономерности, от закономерности вокального дыхания. Интенсивное начало. Великий певец и великий концертмейстер. Иногда можно слышать, ну как же, там же пьяно вначале. Вот в рамках пьяно все равно так, потому что воздуха столько, что иначе не споется. Великий пьян. Это трудная пьеса, потому что певец эту ноту тянет, вдохновляя концертмистера, ему помогает, а на рояле ее тянет только воображение пианист и его мастерство. А концертмистер должен не сам по себе движение создавать. В этом случае будет примерно так. А ориентироваться на вот такого воображаемого кольца, который внутри у пианиста тянет свою ноту. И перейдем к орнаменному расположению.